Всем доброе утро. Я удивлен на самом деле, что вас так много сегодня после автопатии. Думал, будет меньше гораздо. Можно? Кликер работает, да? На весь экран. Ага, спасибо. Во-первых, хочу вам сказать, что нас можно смотреть в онлайне сейчас. По этой ссылке можно зайти на нашу группу в фейсбуке. Я буду очень благодарен, если те, кто нас смотрят в онлайне сейчас, уже раскидывают эту ссылку по своим друзьям или вот те, кто здесь находятся, тоже покидают ее кому-то, кто не смог прийти, потому что дальше будет что-то полезное явно. Сначала я расскажу про дизайн-инструменты, которыми пользуются диджитал-компании в России, а дальше придет Алексей Раменский и расскажет вам про главный дизайн студии в диджитал в России. Для начала, может быть, кто-то не знает, что такое теглайн, расскажу немного о нас. Мы первое и старейшее и крупнейшее аналитическое агентство и следующее рынок интерактивного маркетинга в стране. Работаем с 2006 года, организовываем премию теглайн-эвордс, на которую можно подаваться. В целом, вот, это такой намек жирный. Еще мы выпускаем много сервисов. У нас есть рейтинги сервисов, энциклопедия диджитал-рынка, все, самый популярный календарь диджитал-мероприятий, есть диджитал-библиотека. Ну, в общем, у нас много сервисов полезных. Если вы зайдете на теглайн.ру, можете с ними ознакомиться и посмотреть. У нас есть рейтинги компаний вот такие. Я буду очень быстро проходиться, потому что у нас не очень много времени. И у Алексея будет довольно длинная презентация по сравнению с моей. Это все рейтинги сервисовой технологии, которые мы выпускаем. На самом деле их чуть-чуть больше даже, но вот эти, по крайней мере, уже более-менее готовы. Сегодня я покажу несколько рейтингов, которые до этого нигде не показывал. Они абсолютно новые и некоторые из них даже не полные, потому что, по сути, это предварительный рейтинг, который еще нигде не публиковался. В целом вот мы с них и начнем. Для начала типы хостинга, которыми пользуются в диджитал-компаниях. Исследование проводилось с апреля 2016 по сентябрь 2018 года. Мы опросили около 550 диджитал-компаний. Средний размер штата в такой компании 35 человек. И в среднем используется одно решение. Вот этот показатель, кстати, довольно интересный, потому что в некоторых компаниях используют по 5 сервисов, бывает, в каких-то категориях. Некоторые компании по 5 CRM-систему умудряются использовать. Я не знаю, как у них это получается. На первом месте VPS, то есть виртуальный выделенный сервер. В общем, вы поняли меня. VPS на первом месте, на втором месте виртуальные серверы, на третьем выделенные серверы и на четвертом находится колокейшн. Вот это вот, собственно, количество от общей суммы проголосовавших, которые используют такое решение. Дальше рейтинг коробочных CMS. Он у нас не выпускался очень долго. В последний раз мы его выпускали, кажется, в 2012 году. Поэтому это штука, которая вообще довольно эксклюзивная. Мы проводили исследования, собирали данные с апреля 2016 по сентябрь 2018 года. За это время успели опросить около 700 диджитал-компаний. Средний размер штата 31 человек и 4 решения используются в среднем. На первом месте один из Bittrex. За него проголосовали 83% опрошенных. На втором месте WordPress со значением, ну, 30% за него проголосовали. На третьем – ModX, на четвертом – Drupal, на пятом – Yumi CMS, на шестом – Joomla. А здесь кто-то, кто делал презентацию, умудрился накосячить и почему-то вместо сервисов для хранения паролей написал онлайн-консультанты. Мы тоже готовим рейтинг онлайн-консультантов, но сейчас будут сервисы для хранения паролей. Точно так же. Я не буду сильно углубляться. Проводили мы… А, да, я, наверное, расскажу еще, откуда у нас данные берутся. Потому что у многих такой вопрос появляется и не все знают. У нас есть анкета огромная, которую заполняют диджитал-компании. Там около, наверное, 200 вопросов. И среди них вопросы про бизнес и вопросы про сервисы и технологии, которыми пользуется компания. Ну и, соответственно, вот все они заполняют эти данные. И потом у нас получаются какие-то рейтинги. Это исследование мы тоже проводили с 2016 года по 2018. В 2020 360 компаний опросили. Средний размер штата 36 человек. И в среднем используются два решения. На первом месте KeyPass. На втором OnePassword. На третьем LastPass. На четвертом SafeInCloud. Лично я пользовался LastPass и SafeInCloud. OnePassword тоже довольно интересная штука. Но я не знаю, почему KeyPass на первом месте. Мне кажется, OnePassword из них всех самый удобный. Потому что у него есть возможность автоматически подставлять пароль в приложениях. И почему-то вот так вышло. Дальше инструменты. А? Ну да, наверное. Дальше инструменты для дизайна и проектирования. Это рейтинг очень сложной судьбы. Потому что дизайнерам не нравится, как мы его составили. А мы очень долго, уже несколько лет пытаемся договориться с дизайнерами о том, как он будет выглядеть. И они не могут между собой договориться. Мы сделали этот рейтинг консолидированным. Но так получилось, что в нем вместе находятся сейчас и средства для дизайна, и средства для проектирования. Мы хотим его разделить на несколько разных рейтингов, но пока это все выглядит вот так. Мы проводили исследования в то же время. Опросили 530 диджитал-компаний. Средний размер штата 33 человека. В среднем используется 4 решения. Собственно, рейтинг довольно длинный. И главная проблема его, почему он длинный, как раз в том, что в нем сейчас намешаны разные решения. В последний год очень сильно этот рейтинг изменился, потому что появилось много маленьких хипстерских программ, вроде Figma и других решений. До этого как-то было проще. Там был Photoshop, CorelDRAW и еще пара каких-то штук. Сейчас CorelDRAW находится на 18 месте. Кто-то им еще пользуется на самом деле. То есть 1% людей, да, есть и такие. На 17 месте Zeppelin. Как раз вот новая штука, которая недавно выстрелила. На 16-м Adobe XD. На 15-м Xara Designer. На 4 строчки поднялась. На 15-м месте Principle. Вот тоже довольно новая штука. И 15-е место с ней делит Figma. Дальше Pencil, Mockflow, Mockingbird, Flint. Дальше Proto.io, Adobe Animate, который раньше был Adobe Flash. Microsoft Visual. Кто-то тоже им пользуется для дизайна. Balsamic Mockups, Adobe InDesign, InVision, Sketch. Вот на 4-м месте находится. Это такое решение из новых, которое выше всех подпрыгнуло. Adobe Illustrator, Aksure RP и Adobe Photoshop на первом месте. Причем это стабильно и уже много лет. И, видимо, никогда это не изменится. Это как бы он не тормозил, что бы с ним не происходило, все равно им будут больше всех пользоваться. Дальше Task Manager. Ну, вроде бы рейтинг для дизайнеров, но дизайнерам тоже Task Manager не надо пользоваться. 590 компаний опросили. 36 средний размер штата. 3 сервиса в среднем. На 9-м месте Utrek. На 8-м Microsoft Project. На 7-м Asana. На 6-м Megaplan. На 5-м Basecamp. На 4-м Redmine. На 3-м Jira. На 2-м Trello. И на 1-м Bitrix24 находится. VPN-сервисы. Сейчас без них тоже особо никуда не уедешь. Особенно в последнее время. Проводили исследования до апреля 2018 года. Мы этот рейтинг выпустили прямо перед тем, как Telegram в стране заблокировали. Прямо в тот день. Опросили около 30 или… Ну, там что-то около этой цифры компаний. Средний размер штата 37. В среднем используют 2 VPN-сервиса. На 5-м месте HotSpot Shield. Ну, его делят сразу 3 сервиса. Почему-то так вышло сложно. Ну, вот как-то так. AltVPN, ViperVPN, Holo на 4-м месте. На 3-м месте HideMyS. На 3-м же PureVPN. ZenMate на 2-м. И TunnelBear там же. На 1-м месте HideMy находится. За него проголосовали 19% опрошенных. Дальше CRM-системы. Опрашивали до апреля 2018 года. Опросили что-то около 500 диджитал-компаний. Средний размер штата 35 сотрудников. И в среднем одно решение. На 6-м месте FreshOffice. Его же делит с ним HiRise, который опустился на одну строчку. Раньше он был на 5-м месте. PlanFix, MegaPlan, Pipedrive, Ammo на 2-м и Bitrix24 на 1-м месте. Мобильные платформы. Это очень смешной рейтинг. Раньше он был интересный. Сейчас я его показываю, просто чтобы люди видели, как все изменилось. Мы опросили 310 компаний. Средний размер штата 41 человек. В среднем разрабатывают на двух платформах. И оговорку надо сделать, что это рейтинг не самых популярных мобильных платформ в стране, а рейтинг самых популярных платформ в стране для разработки. Ну то есть голосовали компании, которые разрабатывают приложения под эти платформы, а не пользователи. В общем, раньше здесь еще был BlackBerry и Windows Phone. Теперь здесь остались всего 3 платформы, и одна из них используется для холодильников. На 3-м месте Tizen, на 2-м Android, на 1-м iOS. И если раньше был довольно заметный разрыв между Android и iOS, то сейчас на самом деле он совсем иллюзорный. Мы когда модерировали этот рейтинг, перед тем, как выпустить, мы проверяем данные, смотрим, кто голосовал. Ну в общем, там пару компаний пришлось заблокировать их голоса, потому что они вообще к мобильной разработке никак не были причастны. И если бы мы этого не сделали, у них было бы примерно одинаково голосов. Ну то есть они шли лоб в лоб, у них было по 93% голосов. Мониторинг соцмедиа. Ну не знаю, насколько это к дизайну, но все равно, наверное, где-то вблизи дизайн-студии как-то этим занимаются. С апреля 16 по апрель 18 проводили исследования, опросили 240 компаний. В среднем 43 человека работают в них и три решения используют. Social Bakers на пятом месте, на четвертом месте Бабки, Jago Jam на третьем, IQ Bass на втором и Uscan на первом. Это мои контакты. Если захотите, добавляйтесь в Facebook, пишите мне, задавайте какие-то вопросы. Можем в куларах пообщаться. Я сегодня до какого-то времени буду еще в городе и практически весь день на площадке. Поэтому вот. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Ар 54 АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...